Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это третье видео из рубрики ЧАВОЙ. В данном видео мы рассмотрим с вами систему получения паспорта, отправимся в центр занятости, рассмотрим доступные работы для нашего уровня, возьмем одну из работ, поработаем, поговорим о системе квалификации, а также рассмотрим с вами, что такое очки стажа и как они зарабатываются. Отправиться в мэрию мы можем на бесплатном мопеде, который стоит на каждом из пауни, в каждом из городов. Он абсолютно бесплатный, поэтому просто садимся на мопед, вводим команду GPS, выбираем интересующий наш город, в данном случае это город Южный, важные места, выбираем мэрию и отправляемся за получением паспорта. Вот мы и добрались до мэрии. Для того, чтобы получить паспорт, нужно определенное количество денег, если я не ошибаюсь, это 200 рублей. Деньги мы можем снять в банкомате или в банке. В данном случае мы воспользуемся банкоматом. Для того, чтобы использовать банкомат, нажимаем кнопку Alt, выбираем снять наличие, в данном случае по 100 рублей. Снимаем деньги. Давайте сразу снимемся, которая есть. И подходим к служащей мэрии, в данном случае это бот, Мария Калинина. Подходим на соответствующий пикап, нажимаем клавишу F. Далее. Дальше идет процесс получения паспорта. Большая РП отыгрывка вместе с ботом автоматическая. И ошибся, паспорт стоит 150 рублей. После получения паспорта мы можем отправиться, устроиться на официальную работу. Без паспорта мы можем работать только на заводах, потому что там трудоустройство не нужно. Для всего остального, для получения тех же самых прав на вождение автомобиля, для покупки недвижимости, да в принципе для всех официальных действий на сервере требуется паспорт. Так, передает паспорт. Мы получили с вами паспорт, теперь мы отправляемся соответственно в центр занятости. Для того, чтобы найти центр занятости, опять же воспользуемся командой GPS, город Южный, важные места, центр занятости. Маркер установлен на карту, отправляемся в центр занятости и посмотрим, какие есть доступные работы. Вот мы и добрались до центра занятости. Заходим в него. Здесь мы видим краткую информацию, то что каждая работа имеет свои определенные требования для трудоустройства. Для некоторой работы требуется определенный вид лицензии, управление определенным транспортом, для некоторой вид справки. Также у каждой работы есть определенный срок найма, на который мы на нее устраиваемся. По истечению контракта, контракт аннулируется и вам предлагается или продлить дальше контракт и работать на этой работе, или без денежной потери прекратить работать и можно устроиться будет на другое. Стоит обратить внимание, что у нас с вами первый уровень, поэтому нам доступны не все работы, но в каждой из работ этот уровень указывается. Вот, к примеру, в данном случае работа экспресс-курьера, нажимаем клавишу F, здесь мы видим вариант нашего заявления, то есть имя, фамилия, наш возраст, занимаемая должность, срок 5 дней. Напомню, что один реальный, я извиняюсь, один игровой день это 4 реальных часа, график свободный, издельный и так далее, и подпись. Мы с вами эту работу брать не будем, просмотрим, какие есть. На данный момент есть работа экспресс-курьера, умойщика улиц, доставщика пиццы, водитель комбайна, шахтер, доставщик продуктов, водитель мусоровоза, рыболов, инкассатор и водитель автобуса. По многим, скажем так, по большинству из работ есть видео на нашем официальном канале, то есть как проходит работа, как работать, что нужно делать, какая оплата. Правда, оплата может варьироваться в соответствии, как выставляет мэр, потому что система экономики на сервере настроена таким образом, то что мэр выставляет зарплату не только на фракции, но также на работы конкретно в своем регионе. То есть мэр города Южного выставляет работы, которые связаны территориально, находятся на территории города Южного, оплату мэра Зармаса выставляет соответственно для своего города. Мы с вами для примера возьмем работу, давайте, наверное, доставщик пиццы, также срок 5 дней, ставим подпись, поставили по этой документе, опять же нам идет подсказка, что через GPS мы можем найти местонахождение работы, что мы, в принципе, с вами сейчас и сделаем. Стоит отметить то, что для первого уровня доступны такие работы, как доставщик пиццы, экспресс-курьер, шахтер, моющий улиц и все. Остальные работы уже требуют категорию B, соответственно, такие как водитель комбайна, и на эти работы уже нужно устраиваться со второго, а на остальные, соответственно, с третьего, четвертого уровня. Сейчас мы с вами отправимся на работу доставщик пиццы, опять же вводим нашу команду GPS, город Южный, работы, доставщик пиццы и отправляемся туда. Мы прибыли на место работы доставщика пиццы. Для того, чтобы начать работу, нам нужно купить пиццу за свои деньги, отвезти ее конкретно к заказчику, и разница между деньгами, которые мы получим от заказчика и от тех, которые мы потратили, будет в нашем чистом заработке. Чем быстрее мы привезем пиццу, и она будет горячей, чем больше чаевых мы получим. Я в видео буду ехать, не соблюдая ПДД, для того, чтобы это было более быстрее, но желательно, чтобы у вас не было проблем с сотрудниками ДПС, лучше правило соблюдать. Подходим, заходим в саму пиццерию, подходим к маркеру, нажимаем клавишу Alt, у нас появляется пицца в руках. Выбегаем с ней на улицу, подходим к мопеду, устанавливаем на нее пиццу, точнее, уложим и отправляемся на доставку. Обратите внимание, так как у нас с вами нету категории А для управления мототранспортом, нам нужно доставлять пиццу вот таким вот страшным образом. Снимаем пиццу с мопеда и получаем свои деньги. Обратите внимание, мы получили 130 рублей и 1 очко стажа. Сейчас мы конкретно с вами рассмотрим, что же это за очки стажа и для чего не нужны. Для того, чтобы узнать, сколько у нас конкретных очков стажа на данный момент, мы вводим команду стаж, выбираем статистику персонажа и смотрим. Очки стажа 1. В данном случае работа доставщика пиццы за каждый рейс дает нам 1 очко стажа. Когда мы набираем с вами 30 очков стажа, мы можем повысить свою квалификацию. Каждый уровень квалификации повышает оплату на официальных работах на 20%. Соответственно, при пятом уровне квалификации мы будем зарабатывать на 100% больше. То есть, соответственно, мы сейчас доставили свою пиццу за 130 рублей, так мы за них получили 260 рублей. Возможно, на начальных работах это не такая ощутимая разница, но, к примеру, на работах автобусника или дальнобойщика эта сумма будет очень сильно ощутима. Квалификация получается помимо количества очков стажа, также нужно еще и оплатить энное количество денег. Если я не ошибаюсь, на первый уровень 1000 рублей, на второй 2000 рублей и так далее, так далее, так далее. Максимальная квалификация будет стоить 5000 рублей. Это очень важный аспект и многие люди возмущаются, говорят, что заработать на сервере очень трудно, что заработать на сервере практически невозможно, экономика очень тяжелая. В этом есть доля правды, но если будет желание заработать, то это вполне возможно. Просто нужно работать, нужно вовремя покупать, повышать квалификацию, тем самым повышаете свою оплату труда, соответственно. Также стоит заметить, что на каждой работе очки стажа начисляются по-разному. К примеру, на таких простых работах, типа как доставщик пиццы или экспресс-курьер, или мощи куриц вы будете получать по одному очку стажа. К примеру, на работе шахтера вы будете получать от одного до трех очков стажа, в зависимости от того, сколько вы за один раз натаскаете материала. Минимально 2, максимально 16. То есть, если вы 16 раз натаскаете материал, то вы в конце рабочего дня, как бы шахтера, вы получите, скорее всего, максимальное количество стажа, 3. Поэтому, к примеру, на работе комбайнера за один рейс дают уже стабильно и стандартно 2 очка стажа, соответственно, работа дальнобойщика, автобусника дают по 4, по 5 очков стажа за один рейс. В зависимости, опять же, это рейс будет или по городу, или это рейс будет за городом и так далее. Поэтому, очень важно, как бы, знать, что разные работы дают определенное количество очков стажа. Поэтому, не удивляйтесь и не спрашивайте, почему, к примеру, на начальной работе дается только одно очко стажа, потому что это начальная работа. Так как мы с вами находимся рядом с заводом, давайте сразу посмотрим вариант подработки на заводе. Для этого никуда устраиваться не нужно, то есть вы просто, грубо говоря, приходите на завод, подходите к станку и нажимаете клавишу F. Начинаете производить товар, вы получаете зарплату конкретно с счета завода. То есть, если на счету завода денег нет, то вы сделаете товар за бесплатный. Сумма денег, которую вы будете получать по окончанию работы, регулируется хозяином завода, соответственно. Поэтому, если он поставит маленькую сумму денег, то вы маленькую сумму и получите. Вот, в данном, вот мы сделали с вами товар, относим его на склад. И получаем свои 50 рублей конкретно за произведенный товар. Если вы обратили внимание, то на работе, на заводе мы очки стажа не получаем, потому что эта работа является неофициальной. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте комментарии. Будем разбираться. До новых встреч. До новых встреч.